Все в предвкушении первого матча Россия, Саудовская Аравия. Болельщики из этой страны уже прибыли в Москву. Команду из королевства эксперты называют темной лошадкой, другими словами, она далеко не фаворит, но отобрать очки может у любого соперника легендарный стадион Лужники. Совсем скоро более 80 тысяч болельщиков соберутся на этих трибунах, чтобы увидеть матч открытия чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России. Сборная России против сборной Саудовской Аравии. И хотя, по оценкам большинства футбольных экспертов, мы являемся безусловными фаворитами, нашего соперника не стоит списывать со счетов, ведь команду Саравийского полуострова называют не иначе как темной лошадкой турнира. На отборочном этапе футбольного первенства планеты они сотворили сенсацию. Заняли второе после Японии место в группе, отправив сильных, как казалось, австралийцев выбивать путевку в Россию через стыковые матчи. Перед началом встречи со сборной Австралии Саудиты оказались в центре громкого скандала, когда демонстративно отказались почтить минуты молчания память погибших в лондонском теракте, который произошел 4 июня прошлого года, Объяснив уже после игры, что данная обычаь идет вразрез с мусульманской традицией. Просматривая матчи с участием зеленых ястребов, так в Саудовской Аравии называют футболистов национальной команды, бывший главный тренер ЦСК и сборной России Леонид Слуцкий спешит предостеречь наших болельщиков от Шутка закидательских настроений, эта команда хорошо контролирует мяч, технически хорошо готова, очень любит комбинационный стиль, и если мы будем готовиться очень однобоко и думать, что нам предстоит только лишь атаковать, команда Саудовской Аравии может преподнести нам неприятный сюрприз. Как было в 1994-м, когда они, обыграв марокканцев и бельгийцев, в первый и в последний раз вышли в одну восьмую финалы чемпионата мира, чем, увы, пока не может похвастаться команда России. В наше время у Саудовской Аравии появилась традиция, как перчатки менять главных тренеров, за одну целую пять десятых года, три наставника. Последний, аргентинец Хуан Антонио Пицци, в прошлом знаменитый нападающий Барселоны, к нам выпало играть матч-открытие. И это будет непросто. Группа довольно ровная, и мы все знаем, как важно взять хороший старт на групповом этапе, отметил Хуан Антонио Пицци. Экс-футболист сборной России Александр Мостовой, игравший долгое время в испанской сельсе, лично знаком с Хуаном Пицци и знает, что от него ждать, что привлекло судитов взять этого тренера. Он со сборной Чили выиграл Кубок Америки в 2016-м. Это его философия, конечно, и прежде всего, аргентинская Манин. Отмечает Александр Мостовой. Сразу три игрока из команды Саудовской Аравии выступают в чемпионате Испании. Правда, не в ведущих клубах. Внимание стоит обратить на полузащитника Леганиса Яхью Аль Шехре. Он самый дорогой футболист среди саудитов с трансферной ценой 1 миллион 600 тысяч евро, что по европейским меркам, конечно, копейки. Мы вместе будем сражаться и с волей на то Всевышнего проявим себя на Кубке мира, сказал Яхьяль Шехре. У зеленых ястребов есть главный бомбардир, 31-летний нападающий Мохаммад Ассахлави. В 13 матчах отборочного турнира чемпионата мира он забил 16 голов. Вот, кого уж точно стоит опасаться нашим футболистам. Команда заселилась в один из самых дорогих отелей Санкт-Петербурга. Город на Неве они выбрали в качестве своей базы. Как известно, Саудовская Аравия – страна очень богатая. Наследный принц королевства Мухаммед Ибн Салман за попадание своей национальной команды на чемпионат в России уже заплатил каждому футболисту рекордные премиальные – полтора миллиона долларов. Причем, если сборная выйдет из группы, эта сумма может стать в 10 раз больше. До матча открытия Россия, Саудовской Аравии остались считанные часы. В прямом эфире встречу покажет Первый канал. Начало трансляции из Лужников 17.30. Эту и все без исключения игры можно будет увидеть и на сайте Первого канала, а также в обновленном мобильном приложении Первого канала. Итак, болеем за наших! Субтитры создавал DimaTorzok